Музечка, привет! Привет! Какие хорошие работы у тебя, красивые! Спасибо, Слава! Вы всегда припустите нас. Прелесть. Жалко отсвечивает, но... Ну, надо поймать, что это... Да. Ну, я детство рисовала, потом архитектор. В художественную школу ходили? Да. Художественная. А потом уже... Академия... И все. Всего лишь академия. Академия художественной, в этой академии архитектурной? Или это дополнительная? Нет, нет, академия художественной, в этой академии архитектурной факультет. А, ну, это можно. А это потому, что у нас еще и технический, и в университет там тоже. Академия художественная, в этой академии, в этой академии, в этой академии, в этой академии, в этой академии? Да. В школе так мало рисовала, в основном. А с какого возраста? С четвертого класса. Я очень любила... Во-первых, моя работа была в Кузьминской церкви. Она такая красивая, очень встроенная. Кукол очень красивый. И мне понравилось, я попробовала ее нарисовать. Увидел папа, и он сказал, что дочке будем рисовать все, и решил, что показать мои работы. Он уже посмотрел все работы. Потом уже заинтересовался, когда эту работу увидел. И показал потом своего друга, который руководил художественной школой. Вот так я попала. Он сказал, что... Талант. Он это кто? Он это... Он руководитель этой школы художественной. Он увидел мои работы, сказал, что это вот, какие-то девочки. И сразу же я руководила школу. Я тут 4 года ходила. Ну что, я... Очень красиво запомнила решение, иначе... Вот так красиво. Да, да, мне вот это нравится, очень. Нравится? Очень, честно говоря. Они все красивые, они все как рассыпанный жемчуг. Как красиво сказали, еще расскажите, как он сказал, как обсыпано с жемчугом, да? Как рассыпано с жемчугом. Жемчуг. Как рассыпанный жемчуг. Да, да. С этими лапами, на такие. Вот это лучше, чем татар. Это ингредиция. То есть более органичная. Чуть-чуть опять. В этом доме нужно будет покосить на мягче. И на фоне первого. Ножки. Да, ножки чуть-чуть. Да, мягче. Или белево крепче, посерее. О, более серый. Идеально было. Понятно. Вот этот нижний холодный. Туда больше подвинуть. Нет, вот этот. Вот так вот так мягче. Мягче на полтона. Идеально. Мэтр говорит, ну все. Запечатлела я. Художница музея Самадашвили с петербургским романтическим названием «Лесна моей осени». И мы очень благодарны вам за то, что вы пришли посетить это. Мы тоже пришли на открытие. И благодарны музею за ее творчество. И за то, что она уже несколько лет остается верным другом нашей галереи. Спасибо большое. Я представлю музею, наверное, немного расскажу о ней, а потом она сама продолжит. Музея родилась в Грузии, наверное, поэтому она такой солнечный, жизнерадостный человек. Она закончила Тбилисскую государственную академию художеств. И в 1982 году была зачислена в институт курорт-проект название «Архитектора». И позднее она стала ведущим архитектором этого института. По проектам МЗИ были построены многие общественные и жилые постройки, а также санатории, лечебницы, да? Да, да, да. Жили здания тоже. Да, не так давно МЗИ приехала в Петербург. И это тоже сказалось на ее творчестве. Ну как не так давно? Уже много лет. Относительно. Относительно, да. Она уже является членом творческих объединений «Ступени» и «Полиреализм» XXI века. Участвует в коллективных выставках, а также есть персональные выставки. И мы рады сегодня представить вам новую выставку, потому что она интересна тем, что здесь собраны работы из разных периодов творчества МЗИ. Здесь есть как старые работы, так и совершенно новые работы, которые вообще буквально сделаны только что и сделаны специально для этой выставки. Хочу обратить ваше внимание еще на технику работ, потому что у нас тоже здесь представлено разнообразие техник. Это как масло на холсте, так и тушь на бумаге, графические работы карандашной и смешанная техника гелевой ручкой. Многообразие сюжетов вас ожидает здесь, потому что встречаются необычные какие-то фантазийные композиции, милые сказочные феи, герои, забавные сюжеты. И наравне с этим у нас в малом зале представлен такой более строгий, более архитектурный с точки зрения Петербург. И, по-моему, пара работ у нас с видом в Тбилиси или одна? Да, одна работа. Одна работа с видом в Тбилиси. В общем, наслаждайтесь, смотрите. Я передаю слово МЗИ, и она подробнее расскажет о своем творчестве и выставке. Спасибо вам. Я приветствую всех гостей, которые пришли поздравить меня с открытием очередной выставки. Благодарю вас. Благодарю Елене Васильевне, что она хозяйка этой галереи. Для меня сделала большую честь выставляться в этой галереи. Дала возможность показать еще раз свое творчество. Благодарю всех вас, что пришли в это пространство сейчас, и я могу поделиться своим творчеством. Что касается моих работ, вот Полина все так хорошо все сказала, но я пару слов добавила бы. Вот справа от вас, это выставка, выставочная часть, черно-белая графика. Она уже многократно была представлена в разных выставках. Вместе с полиреалистами 21-й век, художественное объединение художников. И вместе с тупеней. Вот Тина-Тиза Рандиакуталия. Здесь есть его объединение, 30 директора этого объединения. Вот. И все из художников. Многократно была представлена. Что касается левая часть моих работ, они совершенно свежие. Вот в течение месяца я их создала. Я дала свою сервису свободу и сказала, что хочешь, что и рисуй. И вот они создались. А третья часть, это моя самая любимая часть, вида Петербурга. Я люблю Петербург, потому что так тепло встретили, когда я приехала. Поэтому я такая радужная. Я бы не могла быть столько радужной без любви и без внимания, конечно. Вот. И благодаря этим работам, они иногда представляют мою визитную карточку. И благодаря этим работам я встретилась как раз с замечательным человеком, который дает мне сейчас с ними сотрудничать в этом плане. Что касается стиля. Немножко я о стиле своей расскажу. Вот стиль черно-белой графики – это поинтелистика. Это французское слово «point», точка. И это работа, правда, в самом деле исполненная, пропадливая, таким тяжелым трудом, но приятным, сказать, нужно. И то же самое можно сказать про этих работах. Там есть поинтелист немножко. Но она уже, мой первый пробный вариант – перейти с черно-белого на цветную графику, перестроить все потихонечку или совместить, может быть. Я даже могу вам по секрету сказать, я долго искала название этой коллекции. Я не могла подобрать. Я признаюсь честно. А потом как-то выбрало в голову слово «баллада». «Баллада». Ведь сегодня со мной есть замечательный ансамб, который вместе со мной пришли поделиться с вами тоже, со своими гармоническими песнями, грузийскими и русскими песнями, как фольклорные, так и городские тоже. И я решила назвать вот эту коллекцию «Баллада» – «Честь вас». Ну, в самом деле… И как она называется? «Баллада». 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 В самом деле для художника так важно, что… Маленький секрет еще, кто не рисует. Для художника, для творческого человека важен фактор, когда есть присутствие музы, присутствие музы и вдохновление. Я еще один маленький секрет открою сегодня. Я никогда не говорила. Вот когда есть вдохновение муза, вот эти все работы, они без предварительных эскизов рисуются. То есть ни одного эскиза на этих работ нет. Спасибо вам. Пожалуйста, в моем мире, в моем волшебном мире, скажем так. Давайте официально объявим выступку от Рызи. У нас ждет небольшой концерт. Да, ну давайте стать мнением, спросим. Может быть, есть какие-то вопросы. Они замысливают и работают, все равно у них есть содержание большое. И может быть, кто-то интересуется, и может быть, запросить там что-то. Вот сейчас Петр скажет. А если нет, ты еще про книгу расскажешь. Про книгу потом-то позже. Петр Германович, скажите. Это Германович Костейко, руководитель объединения, творческого объединения художников, полиреалист, 22-го века. У нас книга представлена. Можете приобрести. Можете посмотреть, приобрести. Там я представляю два разворота. Вот эта книга. Забыла добавить гигантность. 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 Ну ладно. Вот, знаете, я вот, ты по поводу объединения ступеней забудь. Какие еще ступени? Какие еще ступени нет? Только одно. Одно есть, одно объединение. Вот, полиреалисты. Там лежат книги. И вот, пожалуйста, это редчайшая книга. Поверьте мне, нет больше в книгоиздании вот такой подобной книги. Это абсолютно точно. 50 художников, ну почти там 50. 45. Со своими девизами, со своим взглядом на искусство, со своим будущим, вкладом в будущее. Это сейчас, кажется, лежит там. Ну, лежит. На самом деле, это не потому, что там Зия и я, детками. Там история нашего искусства, нынешнего искусства. Одна из важнейших, как бы, стадий, ступеней развития искусства нынешнего. Оно по-своему тоже современно. Хотя обязательно сейчас современно считается тогда, когда какой-то там выставлен дерево сапог или еще что-то. Там тоже современно, кстати. Деряю сапог или там какой-нибудь предмет. Я насчет этого тоже подумал. А вот что касается МЗИ, извини, я там отвлекся, видишь, какой повод сказать о нашем деле. А вот что касается твоих трактов... Ну, да, нет, еще одно. Меликолепно. Спасибо, что мы две к тебе, что вы были здесь. Это так потрясающе, знаете, я почервал вам этим. Все, в принципе, очень приятно. Костюмы такие сказочные. Как раз я иду к тебе, и когда твой... Ну, что пойдешь, эти художники... Знаю, как оттуда. Приходишь и всегда, оно удивляет. Понимаете? Как раз, да? Нет, очень. Умница. Так, и что касается живописи. Ну, да, вот это знакомо все, но... Да, вы видите. Да, много, много достаточно раз я знаю, не буду еще... Что касается вот этого, этой стены, она, конечно, неожиданно... Я вот как-то так сказал, уже забыл какую-то фразу, меня похвалили. Рассыпанный бисер. Нет, жемчуг. Жемчуг. Да, по-моему, вот, да. Рассыпанный жемчуг. Знаете, вот какая-то такая интуиция, тонкость вот этих пятен, пятен, что... Там, по-моему, кстати, более яркий, чем здесь. Очень приятные, то есть не то, что приятные, а замечательные. Кот и молодчина, что ты вот так спонтанно вышла на это и нашла вот ту, можно сказать, живу, которая... Ну, так вот, ну, куда не одеться, искусство хоть и тресни. Маленькими там замечаниями, потом с тобой это время... Я принимаю себя замечаниями. Маленькие, маленькие, ты согласишься, потому что все соглашаются. Любые, любые замечаниями. Да нет, там такое мелочь. Так что, спасибо. Мелочь. Спасибо. Мелочь, там мелочь. Нет, замечания мелочи. Да, замечания мелочи. Замечания мелочи. Так что, молодчина, очень я тебе благодарен. Я тебе благодарен. И, конечно, вот как ты умрежно идти, ко мне приходят 5-7 человек. Сколько народу. Сколько людей. Тоже молодцы, ты молодец. Спасибо тебе. Очень красиво. Спасибо. Может быть, кто-то слово скажет? Сейчас у концерта, что ли? Может быть, это еще концерта? Давайте попозже тогда. Сейчас я представлю. Замечу я денег людей. Вокальные ансамбля. Вокальные ансамбля. Палата. Палата. Тавист Ухты, Григоришвили. Пачана Абхазава. Пачана Мелошвили. Пачана Мелошвили. И Лаша Абхазава. Это главное дело. По второму я скажу. Название нашего ансамбля происходит. Конечно, Балада. Это для вас все известно, что это означает. Пача Мелошвили. Лаша Давида. Ба-ла-да. Ба-ла-да. Мы тоже так справились. Здорово. Здорово. Ну, они будут представлять городские и грузинские, и русские, и фольклорные песни. Акапель? Даже цикл. Акапель? Не только акапель. А еще есть у вас? А может, я вам предложил стулья? А есть там несколько стульев? Да, у тебя вы сюда присоединили. Мы сегодня говорим о книге Творческого объединения профессиональных художников Санкт-Петербурга и России, которая была приурочена к выставке «Полиреализм». МЗИ является членом этого объединения творческого, а руководитель – Костенко Петр Германович. Вот он и выступает и говорит. В книге у МЗИ Самодашвили две страницы. Не две страницы, а два разворота. Вот сама МЗИ. Это ее работы. И вот такие удивительные у нее работы, тонкие. Ну вот, замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. 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 . 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 Спасибо. . Начали. Вернее 3 стим wit приди кrá-ллиткам. Сполицим твою путьку претерапевшу путикак. Аплодекологи и каз�서 провез hail. Там общее мнение, что человек талантливый, он не может быть не талантливым во всём. Я люблю тебя. Это удивительно. Спасибо большое. Спасибо. Я не профессиональный музыкальный, я просто ладилась. Молодцы. Спасибо огромное, статусное удовольствие, просто молодцы. Да, но если возьму в руки гитару и заполю, это свежая жизнь. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Сотрудничаю, Полину, всех присутствующих в моём волшебном мире, чтобы побивали. И сейчас потихонечку перестраиваемся на маленький фуршет. Прошу вас поддержать. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо.